Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Сегодняшний третий выпуск про 10 мутантов с интересными способностями я начну с Кейна Марка, он же Джаггернаут. Термин Джаггернаут используется для описания проявления слепой непреклонной силы. Благодаря рубину Ситарака сила Кейна почти бесконечно и она конкурирует с силой Тора и Халка. Джаггернаут не нуждается в воздухе, еде, воде и сне. Он никогда не устает и способен действовать бесконечно долго. Мощь Рубина делает Джаггернаута практически неуязвимым. Он обладает сверхчеловеческой регенерацией и за минуты залечивает практически любые повреждения. Джейми Мэдракс, он же множественный человек. Его главная способность это кинетическое дублирование, то есть Мэдракс способен создавать идентичную физическую живую копию самого себя. Благодаря своим способностям он смог ограбить семь банков одновременно. Неизвестно каковы пределы его способностей, если они вообще есть, но показано, что он создал более ста копий самого себя, чтобы обмануть правительство, которое хотело арестовать Братство Мутантов. Джейми может воссоединиться со своими дубликатами в любой момент, но если они живы и в сознании. Фредерик Дюкс, также известный как Пузырь. В свое время он был членом группы наемников Команда Икс во главе с Уильямом Страйкером. Его главная особенность это невероятная сила и неуязвимость. Фред одним кулаком смог остановить выпущенный снаряд в дуле танка, при этом его рука не пострадала. Однако вскоре после ухода Логана Команда Икс распалась, и у некогда мускулистого Дюкса на почве нарушения обмена веществ развилось ожирение. Так он превратился в настоящего пузыря. Янаш Квестед, также известный как Рептайд. Он был одним из первых членов клуба Адского Пламени, во главе которого стоял Себастьян Шоу. Главная особенность Рептайда это аэрокинез. Он способен создавать мощные потоки воздуха разного размера, обладающие разрушительной силой. От маленьких, которые могут сбросить человека, до гигантских торнадо, способных разрушить целое здание. При этом он и сам способен превращаться в торнадо, и тем самым перемещаться и атаковать. Далее идет Фрэнсис Баррисон, известная как Визг или Крик, которая появилась в фильме Веном 2 и является девушкой Клетуса Кэссиди. Будучи мутантом, Крик обладает способностью манипулировать звуком несколькими сложными способами. Она может использовать его для разрушительной силы сотрясения или использовать его, чтобы дезориентировать врагов. Гадюка. Настоящее имя Офелия Саркисян. Ее роль в фильме «Росомаха бессмертный» исполнила наша актриса Светлана Ходченкова. Она является мутантом, который обладает иммунитетом ко всем токсином на земле, а также является мастером по созданию своих различных ядов. Ртуть. Настоящее имя Пьетро или Питер Максимов. Он мутант и брат-близнец Алой Ведьмы. Ртуть обладает сверхъестественной способностью передвигаться с запредельными скоростями, которые человеческий разум не способен воспринимать. Также ртуть способен использовать свою скорость для увеличения своей силы таким образом, что его удары приобретают невероятную мощь. При этом из-за суперскорости у Питера сумасшедший метаболизм, что позволяет ему быстро исцеляться от травм. Но есть и минус. Такой метаболизм требует много энергии, поэтому ртуть постоянно что-то ест. Продолжение следует... Роберт Дрейк Роберт Дрейк, известный также как Айсмен. Бобби обладает способностью мгновенно замораживать частицы воды в воздухе, тем самым создавая лед. Таким образом он способен быстро создавать множество ледяных конструкций, включая снаряды, щиты, лестницы, бейсбольные биты и так далее. Айсмен часто создает ледяные горки, которые быстро образуются под его ногами, перемещая Дрейка по скользкой поверхности на высокой скорости. Также он способен покрывать свое тело льдом, который защищает Бобби от физических повреждений. Роу, она же Шельма, настоящее имя Анна-Марий. Роу является мутантом и обладает способностью к заимствованию. Она поглощает психические особенности и способности другого человека через прикосновение кожа к коже. Она может поглощать воспоминания, знания, умения, навыки, черты личности и различные способности того, к кому она прикасается, время от времени также принимая физические характеристики жертвы. Зверь, настоящее имя Генри Маккой. Гений ученый долгое время скрывал, что его ступни похожи на нижние конечности обезьяны. Создав сыворотку от мутации, Хэнк принял ее, однако вместо положительного результата он превратился в огромного синего зверя с острыми клыками и когтями. Благодаря своей мутации зверь стал очень сильным, ловким и выносливым. Зверь также может видеть в темноте, обладает очень чутким слухом и обонянием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok